привет братцы рыбаки наконец-то мне попалась гильза с хорошим звучанием вот такая вот тонкая латунь который был такой вот звук такой приглушенный а вот такая вот толстая звонкая раньше я с таких тоже делал колокольчики но со временем они у меня все куда-то потерялись это раздал какие-то утопил и вот сегодня покажу как вот с такой гильзы сделать отличный колокольчик для фидерной и донной воли вот с этой гильзы я и буду делать купил вот такой вот крокодильчик в радиомагазине он стоит 5 рублей всего лишь буду делать вот по такому же принципу это вот вот с этого колокольчика для начала вот здесь вот мне нужно просверлить отверстие диаметром вот с эту вот про обратите внимание вот на старый язычок с другого колокольчика здесь вот я точно также делал два кольца чтобы он был более чувствительным и поверьте я когда его сделаю вы поймете для чего вот это так нужно что не одно цельное а именно вот такая вот конструкция видится . подобрал два сверлышка вот этим он сделаю направление вот это вот по диаметру проволоки сейчас засверлю и продолжим ну вот отверстие готово чуть-чуть оно ушло от центра но это ничего страшного это будет вот так вот выглядеть оно нужно лишь для крепления самого язычка и здесь вот будет крокодильчик чтобы медь лучше поелась зачистил край нождачной шкуркой кусочек откушу от этого будет достаточно даже с слишком подобрал для язычка такую же гаечку теперь мне надо здесь загнуть что-то типа ушка вот такая вот петелька получилось так вот ставлю видно вот что получится сейчас нагрею паяльник и вот эту часть с помощью кислоты паяльной пропаяю вот эти колечки чтобы потом не наскользовали так но пока греется паяльник сразу сделаю одно колечко вот так вот с одну проволоку вот этот краешек просто так вот не видно расскажут цену накручиваю проволока это от сварочника из мержавейки очень мягкая поэтому тут крути не хочу она не сломается очень важный момент вот такой вот овальчик получился чтобы гаечка по нему вот так вот тоже каталась то есть при малейшей поклевочки чтобы она ударялась об стенки верхнюю часть я буду делать после того как запаяю вот это ушко чтобы потом примерять гаечка должна быть как можно ближе к краю здесь вот будет на краю самая лучшая поклевочка чувствительная немного наждачной шкуркой внутри зачищаю поверхность чтобы также все хорошо спаялась и так паяльник нагрелся можно приступать паяльной кислотой обрабатываю место где буду паять беру жирную каплю вот так вот запаялась этого достаточно чтобы вот эту тонюсенькая проволочка потом отсюда не выскочила дальше нужно отмерить загнуть точно также еще одно такое колечко из тоненькой проволочки откусываю запасом на тут буду примерять и чуть-чуть подтягивать пока он у меня не дойдет до этого края вот как я и говорил что по самому краешку должна гаечка ударяться это будет самый мелодичный звук вот видите как она высовывается такой вот звук получается теперь надо запаять вот эту верхнюю часть также залуживаю сперва пруда сейчас буду впаивать немного колокольчик остыл после пайки теперь лишнее вот это вот убрать дальше отмеряем хвостик под крокодильчик вот такой вот длины будет достаточно чуть-чуть запасом откусываю вот сюда вот остается теперь паять вот этот крокодильчик и будет готов кого кончик вот такой вот колокольчик получился жесткий и очень очень чувствительный на малейшее колыхание реагирует сейчас его полирну и покажу конечный результат ну собственно вот немного полирнул сразу же внешний вид стал намного приятнее чем когда он был ржавый теперь на всем берегу поверьте ни у кого не найдется такого же звонкого колокольчика как у меня главное найти вот такую гильзу звучание идеально осталось сделать последний штрих ну а последний штрих это надо вот одеть мягкую изоляцию на эти острые крокодильчики изоляция должна одеваться туго для чего нужно сейчас объясню то есть когда вы цепляете колокольчик лески или шнуру вот в этих прорези попадает если он может у вас скользить если вы оденете кембрик вот эти вот две резинки очень хорошо будет прижимать сам шнур или леску колокольчик будет у вас жестко сидеть на одном месте в следующем видео я покажу как можно сделать чтобы колокольчик никогда больше не терялся ну вот и все колокольчик считаю готовым получился очень очень звонки поверьте все рыбаки на берегу будут мне завидовать что у меня такой звук колокольчика